ребята всем привет начало нового рейса с города съемочка идет с города оболенска я уже выехал и смотрим как как меня загрузили вот такая у меня погрузочка была это стекло стекло у нас какое-то стекло блин короче флаконы вот уральский стекольный завод это флаконы под разные медикаменты там еще что-то 12 полет загрузили поэтому выезжаю соболенска и везу это все дело вочит город под екатеринбургом поэтому дорога будет у нас дальние надеюсь все будет нормально доехать я доеду поэтому ребята смотрим видео новый рейс и еду в сторону дома с московской области еду в сторону дома такая здесь погода все заметил заметил никто ничего не чистит до сих пор погода дрянь но я поехал еду по 108 буду ходить на колонну на м5 вот такая у нас сегодня дорога все в снегу все деревья прям блин я не знаю я такого здесь давно не видел я думаю все остальные так после регулировки клапанов ребята скажу честно машина побежала зазоры потому что все равно были великоватые сейчас как бы все стало на места свои ну не знаю ветер есть на такой маломальский на улице но тем не менее машина едет это меня радует по загрузке где-то тонн 5-6 загрузка в кузове поэтому нормально для этого веса она едет вообще легко я буду уходить на колонну на м5 и по м5 наверно пойду до носим оси мой туда карпачёва да там 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 и как раз выйду на че выгрузка у меня в стервонская область а че там какая-то поселок какой-то есть поселок короче отчицкого района какого-то что-то такое нужно вот даю газу и заезжаю просто легкую до 16 передачи ребят в коробку захожу в конце чуть-чуть можно раз на пониженную переключиться, чтобы коробку не мочить и все будет чики-куки. А я, ребята, ем грушу и еду по пятерке. Взял еще в Рязани кулек груш, немного жестковатая, но вкусная. Проехал Рязань, Шацк, пензу пройду и буду искать стоянку ночевать. Доехал в пафе, неплохо пообедал. Первое, второе. Нормально. Здесь снега уже такого нету, бешеного, как в Москве. Дорога сухая, машина грязная, потому что с Москвы выезжал. Соли, 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 вся машина в грязи. Нахожусь на стояночке, утро, почти обед. Вчера доехал, это перед Пензой, по левую руку получается, как на Москву. Встал, выспался, сходил, потом в душ, не знаю, в сауну не ходил. Очень классное кафе, нормальное такое. Душ очень хороший, прям вообще шикарный. Дали мне тут такой, сейчас вам покажу. Автостоп у нас называется. Стоянка, приглашаем вас на завтрак. Короче, вчера поел, заплатил за стоянку со скидкой, с душем. И сегодня пошел на завтрак. Умойся, позавтракаю. И, конечно же, поеду дальше. Так что, такой, ребята, путь мой складывается. Ну вот, все, друзья, пообедал, вернее, позавтракал. Блинчики со сгущенкой. Олени с медведем. Все. Блин, хочу себе вот такую же штуку снизу сделать. Надо где-то качественную покупать. Есть в основном говерные, продаются. Казахи дымят, стоят. Ну, а я иду на свою, в своей машинке. Сейчас заведусь, погреюсь. И по-тихому поеду дальше. И, ребята, что мы видим? А мы видим город Пензо. Сейчас у нас будет нарисовываться. Это уже Пензенская область. Что-то километров пять, может, до города осталось. Но мы его будем объезжать. Через Пензо мы прямо не поедем. Мы сейчас уйдем на объездную. Здесь и движение как бы ограничено грузовым. Ну, там 10 метров вроде по длине. Поэтому. Пенза. Родина Павла Воли. Вот она, вот она, вот она. Пенза. И сразу же надо снижать скорость. О, незамерзаячка. Сразу же незамерзаячку продают люди. Заправочки. Все тут работает. Все шикарно. Какая-то мега. Мега. Терочка. Так, какая рацию-то я убавил. Содерка по 39, 10. Недорога. Небо 42 рубля. Ну, дальше у нас будет Самара. Потом Уфа. Ну, а потом уже прибытие. Ну, это крупные, я называю, большие, крупные города. Соответственно, маленькие я не называю. Потому что их там будет очень много. М5, она настолько расширенная такая, широкая трасса. Большое. Ну, много населенных пунктов. Поэтому. Здесь много чего есть. Так, ну, вот, сейчас нам показывает. Самара прямо, пенза чуть правее будет. Тамбов еще правее. Давай, зеленый, я успею на тебя. Вон они, гаишники стоят вечно. Которые хотят тут с транспортниками всех наказать жестко. А, не успеваем, не успеваем. Тормозим. Тормозим потихонечку. Ну, и все, ребят. Не знаю, что покупать себе. Даже без понятия из еды. Наверное, у меня есть пока что еще что-то есть. Я так думаю. А груши я не съел. Еще грызу груши. Поэтому. Ничего не могу даже сказать. Что покупать, что не покупать. Ну, в общем, еду. Еду пока дальше. Я только выехал. Поэтому надо ехать дальше. Вот я и погнал. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять остановился. Я пожрал. А, короче, там кафешка есть. Зашел, узнал про рации, про антенны. Вообще, что к чему. Потому что у меня антенна хреновая. Рация нормальная. Вот. Ну, и в общем, короче, надо денег. Денег надо рубля два на вот эту вот конструкцию этой антенны. Да, надо поменять ее, наверное, я думаю. Да и все. Так, ну, плановый обход машины. Смотрим, что у нас с автомобилем. В каком он состоянии. Все ли на месте. Ничего ли нас не сперли. Запаска целая, все есть. Так. Короче. Ну ладно. Все, так, все у нас в целом. Так. Вроде все отлично. Ладно, едем дальше. Жигулевский, ребята, подъемчик. Вот спускаемся с него. На самом деле он такой огромный. Я вот даже не знаю, может на пониженную перейти. Или пока попробовать еще так потянуть. Ну, наверное, вытяну. Тут есть аварийные участки, кстати, съезды. Сейчас я вам их покажу. Эти съезды, если их будет видно. Это как раз для того, если у кого-то отказали тормоза, я не знаю, что ему делать. Вот, до аварийного съезда 200 метров. Блин, там было 200. И сейчас 200. Короче, сейчас все вам покажу. Вот, справа с стороны, вот, видите? Вот, загон такой. Вот, его даже немного почистили. Короче, и туда влетаешь. Сейчас еще один съезд. Где-то, кажется, съезды-то. Еще, вот, еще один съезд. Снова 200 метров. Вот он справа сейчас будет. Вот, видите, опять. И улетел. Короче, жесть. На самом деле. Не знаю, вроде колодки у меня новые. Вроде работают. Вроде подъемчик я выдержал. На самом деле. Еще не на последних я спустился тормозах. Но у меня и веса не так много, на самом-то деле. Веса у меня что-то где-то, ну, сколько, наверное, от силы, тонн 6,5. Все, 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 мы спустились. Это у нас дорога на Самару М5 получается. Жигулевск, дамба. Мы спустились. Вот, ман меня обгоняет. Красавчик. Казахи. Че сегодня казахов столько много, интересно мне. Все, что, они по субботам ездят, эти казахи, блядь. Итак, господа, второй день моего, моей дороги в сторону Екатеринбурга, Оренбургская область. Заправился я вот там. Короче, РНП или РНК, короче, заправка до полного бака. Солярка здесь классная. Пообедал тоже супер. Сейчас взял обдувочный пистолет. Сейчас, секунду. Так, взял обдувочный пистолет. Сейчас хочу его подцепить вот туда, к сиденью. Вот. Чтобы обдувать кабину, то мне заколебало уже, конечно. Пылесос. Пылесосом я не пользуюсь. Взял перду, на перду вот такую штуку. Потому что тоже это мне надоело, короче. Вот. Глушитель. Вот такой вот. Чтобы тише было. Вот. Ну и все. Так что сейчас буду эту вышилку поставлю. Этот сделаю. Ну и, в общем, еду дальше. На улице теплеет. Ночью было под 20. Под 20-шку я ночевал. Поэтому. В общем. Нормально кормят здесь. Нормально. Магазин нормальный. Здесь по грузовикам тоже. В общем, поэтому. Сейчас все ставлю. И еду дальше. Все, ребят. Сделал я вот себе такой пистолетик. Подключил я его там под сиденькой. К сиденью. У меня как-то сиденье воздух. Анира есть. Но сиденье не работает. Подушки нет. Воздушный. Поэтому. Подключил к нему пистолетик. Вот. Все. Теперь. В этом автомобиле пыль не будет. Я надеюсь. Вот так. Раз. Ну это я вечером. Наверное, сегодня приеду. Вот так вот. И обдую всю машину. Вот так вот он. Здорово здесь висит. Классно же. Я думаю, классно. Этот пердун я тоже поставил. Вроде тоже работает. Сейчас проверим. Как он работает. Надо услышать этот момент. Сейчас. Мы услышим его. Вот. Оп. Сработал. А раньше было. А сейчас. Классно. Едем дальше. Заняло это времени. Часа два, наверное. Я здесь уже стою. Сушу одежду. Потому что она намокла на снегу. Я ее сейчас. Она высушится вот так вот. Немного. Я ее потом уберу. Вот она. У нее мокрая вот эта вот часть. Пускай сохнет. Ну, штаны это не мокрые. Это только мокрое. Все. Погнал я дальше. Так, ребята. Всем привет. Всем. Всем добрый вечер. Я сейчас нахожусь у нас. Получается. Варкирия. Сухой. Закат. Красивый. Ромхолд. Ман. Передаем приветики. Ребята. Передаем. Так. Передает привет Евгений. Евгений Ольбрих. Костя, привет. Очень хотелось, чтобы ты передал привет следующим словами. Жеки из Германии. Спасибо заранее. Спасибо, Евгений. Жеки из Германии. Привет. Теперь под группой у нас в группе. Не под группой, а под записей. Под записей очень много было. Так. Виктор Алексей. Передает привет Косте Алексееву. Так. Дальше. Андрей Гребенюк. Приезжай в дом. В хорошем настроении. Молодец. Так. Данильяц. Ребята, извиняйтесь, если я неправильно говорю вашу фамилию. Я первый раз это читаю. Передаю привет Юмау. Хамау. Юра. Севера. В частности, Данилу, Вике и Роме. Мы всей семьей следим за твоей нелегкой работой. Спасибо, ребят. Алексей. Александр. Передает привет. Ну, конечно же, не забывай Челябинск про нас. И Лукасу Александру привет. Так. Константин Князев передает привет. Братьям Виктору и Анатолию. Всему городу Челябинску. Ленинскому району. Всем счастья и добра. Дальше, ребята. Константин Котов передает привет. Павел Мерзлюков передает привет. Павел Мерзлюков передает привет. Павел Мерзлюков. В особенности другану Костяну. Спасибо какому-то. Дальше. Денис Королев передает привет семье. Своей семье, жене Яночке, дочке Соне и сыну Валерии. Ну и мне, ему, конечно же, Денису Королеву привет. Ну и в ваших краях обязательно заеду. Своей семье, передает привет Челябинску и Ленинске. Ребята, мама, свечи. Дальше, ребята, пишет Владимир, мама, 690, передаю привет большой всей его семье, Владимиру, Даньяне, Настеньке, Александрюшке. И поздравить ее с днем, поздравить с днем рождения его дочь Настю вместе смотрят мои видосы. Думаю, ей будет приятно. Да, наверное, будет приятно. Спасибо. Владимир из Егатеринбурга. Павел Брух, передает привет Галкиной Анжеле, Казахстан, Костанайская область. И тебе большой привет, дрова на дорогах. Спасибо, Павел. Дальше, Николай Упляев. Стояно смотрю твои видео, ты желаю, Николай, скажи, доброе, тебе большую респект, и Владуха, спасибо, что делала на это видео. Интересно, иногда получительно передаю привет, передает привет большой. Так, мне спасибо за канал, также своей семье, самое главное, своей жене. Спасибо ей за понимание и ожидание. С работы, Светик, с работы, Светик, я тебя... С работы, это было с работы, теперь, Светик, я тебя очень сильно люблю, сильно любит любую наших детей, Серёга, спасибо. Давай вот такой был привет, убиваю. Так, еще. Дима Крок передает привет текстильщикам в Москве, такой район от Димона. Да, что? Район текстильщиков, ребята, был. Так, сейчас, еще. Вадим Маркус передает... Так. Передает привет с Украины. Передает привет, короче, Украине, там с Украины. Так, еще, 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 еще. Сейчас найдем, найдем, ребята. Так. Ну, наверное, на этом, ребята, все. Извините, если кого-то я забыл, пропустил, на улицу холодно, телефон садится. В общем, всем большой удачи. Спасибо, что вы смотрите это видео. Наверное, вы либо сейчас увидите, либо потом. Так как я уже здесь полностью обмерз. Поэтому, знаете, пока кончается, я еду дальше. Еду на выгрузку. Ну, а вы смотрите дальше. Так, ребят, еще вам покажу красоту одну. Ну, встал на Симе. И пойдем, я вам покажу сейчас красоту ночного Сима. Вот так вот выглядит у нас город Сим. Там трасса с правой стороны. А вот так вот весь город как на ладони. Да, представляется, взять отсюда санки и скатиться. Будет, наверное, жесть. Так. Все. Посмотрели. Едем дальше. Сейчас тормозну на Карпачева. Надо купить баллончики с газом. Кончились. А дальше пойду уходить на лево, на Екатеринбург, туда, на Пермь. Ну, и все, и поеду потихоньку дальше. Так, господа, добро пожаловать. Практически я доехал. Это у нас третий день дальнобоя. И я уже добрался, грубо говоря. Планы. Вы спросите, какие планы дальше, куда я поеду. Да. Поеду я, скорее всего, хочу ехать обратно на Москву. Как бы-то есть такие планы, но эти планы неизвестно, осуществятся или нет. А вам хотелось бы верить. Дальше по стальному. По машине, да. Био сделано. Как бы машина ведет себя адекватно, да. Там из мелочей надо, хочу перекинуть колеса местами. Вот. И что еще, наверное, залезть под нее, конечно же, незачем. А вот обратка подтекает. Да, надо сделать. Купил новые колечки. Наверное, сейчас выиграю. Буду стоять, пока ждать заявку. Наверное, я починить эту мелочи, эти поменяю. А дальше, не знаю. В общем, как говорится, надо работать. Некогда стоять. Поэтому. Ну вот он и есть поселок Уфимский, я так понял. Ну вот, а, ну вот, гайны закончились. Сейчас будет Уфимский. Что-то разбалилось в горло немного. Видимо, наш климат ощущается. Да, сейчас минус 10 градусов. Чувствуется, в принципе, как московские 5. Почему-то вот так вот, но запершило горло. Да, Екатеринбурга мне 200. До Перми мне, в принципе, тоже 200 с чем-то. Ну, тут радиус небольшой. Вот оно, Фимский. Так. Я думаю, навигатор меня приведет прям точно по адресу. Там какой-то завод. Теплотары вот этой вот. Поэтому откуда я буду брать груз, неизвестно. Может быть, с Перми, а может быть, из Екатеринбурга. Без понятия. Поэтому. Какой-то шикарный. Переезд. Я надеюсь, меня сегодня выгрузят. Хотя я заранее не звонил. Сейчас, наверное, приеду. Будет обед. Тем не менее. Так, я уже открылся. Меня уже выгружают. Сейчас пойдем посмотрим, как выгружают. Кара. Такие палеты. Можно снимать у вас вообще? Нет? Ну, так, пару видео. Так. Возят в тот цех. Оттуда. Вот эти забракованные палеты. Какие-то. Вот там эти. Слакончики. Маленькие. Вот так вот все и происходит. Вот. Так вот подъезжает. Все. Поехал. Все. Меня быстренько так выгрузили. Сейчас иду, документики подписываю. И, наверное, столовую тут где-то буду искать. Видели, ребята, как сливается кислород? Все дымит, все парит. Так вот. Все. Подписали документы. Сейчас оставляю здесь машину. И тут там где-то кафе есть. Наверное, буду обедать. Спасибо, господа, что вы посмотрели еще один ролик про мой дальнобой. Надеюсь, в следующие ролики будут все интереснее и интереснее. На этом этот дальнобой рейс закончился. Всем спасибо. И огромные удачи, что смотрели этот видос. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И пока.